На пресс-конференцию с орловскими журналистами Сергей Шнуров опоздал на 15 минут. В конференц-холле, кроме работников СМИ, его дожидались три бутылки с бесцветной жидкостью. Пить солист Ленинграда не стал, правда, закурил. И поделился с присутствующими своими впечатлениями от экскурсии в дом-музей одного из любимых своих писателей Николая Лескова. Все музеи-квартиры, они одинаково скучные. С выходом на сцену Ленинград тоже задержался. Публика дожидалась около получаса. Начать шоу Шнур решил со своих старых песен. Задача популярной песни, да, массовой, это чтобы, грубо говоря, когда тебе хорошо или плохо, ты ее на вы. Все. Какие проблемы? Почему, 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 как, почему, как, какое-то есть представление о том, что песни меняют жизнь? Ерунда это. Повыть со Шнуром и Юлией Коган в концертный зал Грина пришли более двух тысяч человек. Из Орла, Курска, Тулы, даже из Питера фанаты приехали. Все они охотно скандировали ненормативные песни. Их кумир-то ничего зазорного в этом не видит. Более того, музыку из-под своего пера он не считает ни хорошей, ни плохой. Просто сильной. С песней «Эх, дубиношка, ухнем», да, можно не прогресс строить, а можно башки башить. Песня от этого ни хуже, ни лучше не становится. Она просто сильная. Нужно делать сильные вещи. А дальше, что уж люди с ними будут делать, это уже собственный выбор каждого. Вполне возможно, что совсем скоро такие песни со сцены звучать перестанут. К законопроекту, запрещающему мат, которым так славятся песни Ленинграда, автор тех самых песен относится спокойно. Сочинять-то мне никто не запретит, правильно? Мы будем выступать в той же самой Польше. Мы же выступали там сколько-то, два года мотались по заграницам, когда Лужков нас запрещал. А пока такое прилюдно в России петь можно, шнур поет и собирает переаншлаги в концертных залах. Кстати, концерт понравился не только зрителям, но и самим музыкантам. Они даже прервались на 10-минутный антракт, чтобы поиграть на этой сцене подольше. Аминь! Куави!